Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в Секрет Небес, серия 8, сезон 2. Никто не прощен, ничто не забыто. Глава 8. Двойные стандарты. Утро не задалось с самого начала. Всю ночь меня мучили видения, я проспала и теперь опаздывала на урок, так еще и перевернула полку с вещами. Они упали к моим ногам, и теперь в этом месиве мне нужно было найти что-то стоящее. Черт, Мими даже не разбудила. Где она? Я нерешительно приподняла одну из маек и тут же уронила ее обратно. Что надеть? Времени не было, поэтому я накинула то, что попалось под руку первым. Добавила последние штрихи и побежала на урок. К счастью, урок еще не начался. Я опрыгнулась, незаметно села на свое место. Мисселина нервно стучала пальцами по столу, уставившись в окно. Она о чем-то задумалась и стояла так вот уже 10 минут. В утренних сборах я забыла обо всем на свете и теперь начала чувствовать, как груз реалий понемногу обрушивается на меня. С попытки освободить Люцифера и забрать маму прошло несколько дней. Напряжение в школе было доведено до предела. Все понимали, что на этом конфликт не исчерпан, что всех нас ждут события пострашнее. Это неспокойное, вымученное ожидание чувствовалось в каждом жесте, в каждом взгляде, в каждом нервном постукивании по столу. Дина, стоящая рядом с Мисселиной, тактично кашлянул в кулак в попытке привлечь ее внимание. Может, мы начнем? Пальчики Мисселины мгновенно замерли в воздухе, так и не коснувшись с ритмичным цоканьем деревянной поверхности. Да, да, простите. Наконец она посмотрела на нас. Сегодня вы попробуете научиться блокировать сознание. Я специально позвала некоторых рожденных бессмертных. Они владеют навыком чтения по глазам. Чем больший напор со стороны, тем эффективнее будет продвигаться ваша учеба. Она махнула в нашу сторону. Прошу. По счастливой случайности я попала в пару с Дина. Он сел рядом со мной. И развернул к себе вместе со стулом. Подвинул чуть ближе так, что уперлись наши колени. Он положил ладони мне на ноги. От тепла его рук по мне словно бы прошел ток и сладостно, почти невыносимо начал ныть низ живота. Как насчет того, чтобы ты попробовала сначала проникнуть в мое сознание? Зная, как проникают в сознание, легче отгородиться от него со стороны других. Я не буду сопротивляться. Просто чтобы ты поняла процесс. Проникнуть в голову Дина. Интересно, что можно там откопать? Это... Отличная идея. Я села поудобнее, посмотрела в глаза Дина. Его лицо было спокойное, умиротворенное, словно ему нечего было скрывать. Представь, что мои зрачки двери, приоткрыв которые, ты зайдешь в библиотеку со всеми моими воспоминаниями. Отбери нужные тебе и смотри. Так, попробую. Я вглядывалась в его черные зрачки, обрамленные голубым цветом, и начала тонуть в них, погружаться во тьму. Тьма была непроглядной, но вскоре я, не видя, но чувствуя, начала натыкаться на его прошлое. Хм... А что это за воспоминания? Я задержалась на сгустке прошедшего события. И оно начало разрастаться, становиться все больше и больше, пока не заполнило все пространство вокруг меня. Дина стоял рядом с другими ангелами, только-только пришедшими в школу. Он волновался. Теперь школа ангелов и демонов – его дом. Это место такое странное, тут бессмертные стареют. Это значит, что здесь я умираю? Он пытался сосредоточиться на том, что, говорит учитель, когда во двор откуда ни возьмись, выскочил Фенцио. Где он? Папочка, что ты здесь делаешь? Он подошел к Дина, грубо схватил его за руку и потянул за собой. Что случилось, папа? Он остановился, сел перед сыном на корточке и взял его за руку. Дина почувствовал, как папа дрожит. Я совершил большую ошибку. Вслед за Фенцио вышло непризнанное. В честь окончания школы на ее запястьях были завязаны голубые ленты. Это означало, что теперь она – ангел. Убирайся, Ребекка. Лицо отца перекосило злоба, какую Дина еще не видел. Он побагровел и словно был готов наброситься на нее. Ребекка же стояла спокойно с горделивой осанкой и равнодушно опущенными руками. Я не понимаю, в чем моя вина. Фенцио вскочил, развернулся к ней. Непризнанные учатся в школе недолго. Рожденные ангелы и демоны возвращаются в школу на протяжении многих лет. Каково будет здесь моему сыну, когда я буду простым учителем? Позор. В чем моя вина, престол Фенцио? Она сказала это безэмоционально, подчеркивая незаинтересованность в разговоре. Но от ее нарочитого обращения, которое уже не соответствовало действительности, Фенцио начала бить крупную дрожь. Из-за тебя меня понизили. Из-за тебя я лишился всего. Разве я давала вам надежду? Разве я когда-нибудь говорила вам, что люблю вас? Вы пришли в школу важным человеком. Естественно, я заинтересовалась вами. Но я надеялась, что ваша благосклонность не обусловлена низменными желаниями. Я думала, вы были рады помочь мне, потому что верили в меня, а не потому что желали. Ты настоящая лисица, Ребекка. Хитрая, эгоистичная. Но на каждую лесу найдется охотник. Почему-то эти слова задели Ребекку. На ее лице вдруг проявились эмоции. Она скривилась, в порыве подошла к Фенцио ближе и сказала шепотом, быстро и с придыханием. Не найдется того, кто будет указывать мне, что делать. На земле у меня была скучная жизнь обычной женщины, с чьим мнением едва считались. В итоге меня сбил на машине какой-то бизнесмен, чьи деньги миру были важнее моей жизни. Я следила за исходом. Он даже не сел. Меня убили, а никто даже не поборолся за то, чтобы наказать виновного. Я была вошью. Она наклонилась над самим ухом Фенцио. Но я добьюсь того, что теперь все остальные будут делать, что я хочу, и моя персона будет чего-то стоить. Я надавлю своим каблуком на горло бессмертных и буду смеяться над тем, что земная женщина поставила их на колени. Ты глупа, Ребекка. Ты нажила врагов, которые сильнее тебя. Ты не сделаешь мне больно. Ты давно под моим каблуком Фенцио. Он сжал кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев и... И что? В данной ситуации мне хочется ее ударить. Вот честно. Ладно, ударил Ребекку. Хуже все равно не будет. Он махнул рукой. Послышался шлепок по ее щеке. Волосы прикрыли лицо Ребекки, но она смахнула их. На ее губах проступила кровь, но она едва обратила на это внимание. Она злорадно улыбалась, как бы говоря, что Фенцио лишь доказал этим поступкам свою слабость перед ней. Воспоминание рассыпалось, растворилось в воздухе. Перед глазами снова возник кабинет и Дина. Я не... не ожидала этого увидеть. Я не ожидал, что ты найдешь это воспоминание. Мы неловко помолчали, потом Дина сказал... Давай теперь потренируемся закупоривать сознание. Готова? Да. Я буду смотреть тебе прямо в глаза. Не отворачивайся. Попробуй представить, что ты воздвигла стену между моим и твоим сознанием. Поняла. Дина замер, его взгляд стал требовательным, проницательным. Я почувствовала, как он проникает в мою голову. Дина продолжал настырно всматриваться в мои зрачки. Что-то его смутило, он нахмурился, уселся поудобнее и снова остановился на моих глазах. Странно. В чем дело? Я не могу тебя прочесть. Может, плохо стараешься? Я все усиливал и усиливал напор, но так и не смог пробиться. Это из-за змеиного яда. Дина оглядел меня с головы до ног и вдруг замер. Откуда у тебя эта татуировка? Я чуть помедлила, прежде чем ответить. На соревнованиях я пришла первой к змею-искусителю. Я могла его убить, но не стала. В благодарность змей передал мне противоядие от влияния. Дина откинулся на спинку стула и недоуменно посмотрел на меня. Я впервые слышу о таком. Это очень полезная сила, Вики. Я уже поняла. Прошло еще полчаса, и Мисселина встала из-за стола. Боюсь, время вышло. У вас еще будет время закрепить результат. Мы с Дином встали и неловко друг к другу улыбнулись. Урок подошел к концу, но не расходитесь. Мисселина заволновалась. Она колебалась, будто не могла собраться с мыслями. Прошу всех спуститься в общий зал. Что-то случилось? Один человек хочет выступить с речью. Она не сходила с места, и мы тоже не двигались. Тогда Мисселина махнула руками. Ну что вы стоите? Идем, идем. И она, точно пастух стада, вывела нас из кабинета. Когда мы пришли, большинство учеников уже в нетерпении ожидали того, ради которого всех собрали. Адди, увидев меня, раскрыл объятия. По-приятельски он обнял меня и вздохнул. Сейчас опять будем выслушивать брюзжание Кроули о том, какой сатана дерзкий, а мы предатели. Мимис, ложив руки перед собой, недовольно оглядела толпу. И сделали нас заложниками школы. Так еще и заставляют приходить на бесконечные собрания, где Кроули так самовлюбленно хвалит себя, что однажды подавится слюной. Мими. Что, разве не так? Он вдруг почувствовал себя таким значимым. Помимо нас говорили еще сотни голосов, которые разом смолкли. Казалось, мы были хором, чьи голоса остановили жестом дирижера. В зале было так тихо, что звук шагов по лестницам был слышен в каждом углу. Стук каблуков будто отсчитывал остановившееся время. Спасибо, что пришли. Ты знала об этом, Вике? Нет. Мама замерла перед нами, спокойная, одетая как с иголочки. Она была без нитей, скрепляющих ее руки или крылья, точно свободный человек. Только она открыла рот, раздались возмущенные окрики. Увидев ее, я... Удивилась. Неужели из-за последних событий маму решили помиловать, и теперь ей не грозит даже тюрьма? Мама подняла руки, призывая молчать. Я собрала вас, чтобы попросить прощения за свою ошибку. Я могла бы начать оправдываться, но вряд ли вы поверите моим словам. Потому, скажу так, даже самые сильные могут дать слабину. Кто-то из демонов крикнул. Вы вроде не слабину дали, а кое-что другое. По залу прошелся хохот. Мама на это никак не отреагировала. Лишь ее осанка стала еще более горделивой. Произошедший инцидент не повод рушить равновесие, которого с таким усердием придерживались столько веков. Сатана хочет моей казни не для равновесия, не для вас, а для себя и только. Он хочет показать свое могущество, но сильным не нужно ничего доказывать. Своё они уже доказали давно. Это значит, Сатана чувствует, что его влияние угасает. Но его честолюбие может стоить миру бессмертных слишком дорого. Голос мамы все больше угасал и терялся на фоне выкриков демонов. Они ее не слушали. Незаметно к спорам присоединились и ангелы, но не было ясно, спорят они с мамой или с демонами. Шум на мгновение утих, когда в маму кинули цветок. Над твоей головой пролетел необычный цветок. Рассмотреть. Чёрный обелиск. Кто это кинул? Все зашептались. Что за чёрный обелиск? Во время войны между ангелами и демонами первым разрушился чёрный обелиск. Рядом с этим местом росли цветы, которые по форме и цвету напоминали его. Они стали символом ненависти и правосудия. Вы бессмертные, а ведёте себя хуже земных детей. Мамина высокомерие, брошенный в неё цветок – всё это взбесило и так раздухарившихся демонов. Их ярость просачивалась в каждом взгляде, жести и слове. Мама неосознанно сделала несколько шагов назад, когда увидела, что демоны подходят всё ближе. Они кричали, едва ли не плюясь от бешенства. Архангелы поднялись к маме и увели из зала, пока демоны не набросились на неё. Всё. Я пошла за ними. Мама. Она обернулась, кивнула архангелам, чтобы они отошли чуть в сторону и подошла ко мне. Обстановка не из лучших. Ты в порядке? Не стоит воспринимать слова демонов всерьёз. Они озлоблены, но их можно понять. Они слабы, а потому и тявкают. Это всё, что они могут. Не говори так. Что с тобой, когда ты стала такой жестокой, мама? Ты не видела ещё жестокости. Почему ты их защищаешь? Я хочу, чтобы всё было по справедливости. Мама закатила глаза и покачала головой. Справедливость? А кто решает, что справедливо, а что нет? В коридоре понемногу становилось людно. Мама дала архангелам знак идти дальше. Пойдём прогуляемся. Мы вышли на улицу. Мама села на колени перед статуей равновесия и некоторое время сидела, сложив руки в молитве. Её глаза были закрыты, но губы были неподвижны. Затем она села на скамейку и некоторое время молчала, разглядывая статую. Во время учёбы я проводила здесь много времени. Она помолчала ещё немного, будто выжидая чего-то. Потом сказала. Кроули упустил мальчишку. Он позволил ему сбежать и даже не организовал достаточные поиски. Он не понимает, насколько Бонд важен для нас. Кроули не справляется. Его хватает только на одну проблему. Но если их несколько, не доводит дело до конца. Она посмотрела на меня. Я знаю, что ты как-то связана с его освобождением. Скажи мне, где Бонд? Ты для этого позвала меня, чтобы выудить информацию? Я могла это сделать, проникнув в твоё сознание. Не смогла бы. Но я хочу услышать это от тебя. Каждый раз, когда я думаю, что ты интересуешься мной или хочешь побыть со мной, оказывается, что ты в который раз преследуешь свою цель. Чего ты добиваешься, мама? В погоне за этим ты будто бы растеряла все чувства. Что ты хочешь от меня услышать? Мама, ты любила Винчеста? Она вздохнула. Любовь. Её переоценивают. Я любила тебя и твоего отца. Но здесь для меня прошло столько времени, что даже вы для меня стали чужими людьми. Если мой собственный ребёнок стал для меня чужим, как можно говорить о любви к какому-то мужчине? Он единственный вызывал во мне отклик. И я расстроилась, что его убили. Позади раздалось шуршание листвы, и мама вздрогнула, обернулась, нервно огляделась. Всё нормально? Не бери в голову. Не хочу тебя в это впутывать. Во дворике послышались сначала тихие, точно жужжание пчёл, но всё более нарастающие крики и споры. Что там происходит? Мы переглянулись и, не сговариваясь, вскочили со скамейки и пошли в сторону шума. Кто, кроме вас, слабаки, которые пугают выдумкой? Только на мифы и рассчитываете? Закрой свой поганый рот, ангелочек. А то что? Демоны надерут вам задницу и без посторонней помощи заносчивые ублюдки. Что здесь происходит? Все замолчали, услышав голос мамы. Ости, когда-то твой отец поплатился за то, что болтал много лишнего. Хочешь повторить его судьбу? Это всё из-за вас. Я была лишь судьёй. Твой отец сам виноват. Что там у вас? Она хотела взглянуть на стену, у которой все столпились. Что-то это мне напоминает. Внутри появилась тревога и ожидание какого-то подвоха. Все раступились. Я вместе с мамой подошла ближе к тому, что всех взбудоражило. На одной из стен школы знакомым размашистым почерком было написано. Мальбонте был прав. Мама развернулась одним резким движением на 180 градусов и осмотрела присутствующих. И что же? Кто из вас ответит на этот вопрос? Ну же, говорите. Мама посмотрела на меня. Вики, прав ли Мальбонте, что демонов принижают, что нужна война, чтобы восстановить баланс? Зачем она впутывает меня в это? Я огляделась. Все ожидали моего ответа. Он прав. Демонов действительно принижают. Но, по крайней мере, все выглядит именно так. Мальбонте боролся не только за права демонов, но и за свое существование. Он был ошибкой по мнению общества, но не хотел ею быть. Демоны охотно поддержали меня улюлюканьем. Похоже, они уже не против Мальбонте. Слухи о твоей связи с Мальбонте значительно укрепляются. Мама раздраженно скривила губы. К сожалению, моя дочь подвержена общему настроению. Что ж, предлагаю вам вернуться в школу. Мама говорила спокойно и лицо ее ничего не выражало, разве только чуть больше, чем обычно, высокомерие. Но все послушались ее, несмотря на явную неприязнь. Они не смели ей перечить. Я пошла в школу со всеми, но стоило мне сделать несколько шагов, как сердце забилось так быстро, что боль сдавила ребра. В глазах потемнело. Нет! Ах! Я обернулась на башню. Маму отпустили, а Люцифера держат там в заперти. Видения начали учащаться, и Люцифер в них появился. Все это точно не просто так. Один шаг назад, несколько секунд раздумий, и вот я уже направилась в сторону башни. У входа стояли два архангела, которые когда-то охраняли дверь Бонда. Теперь они сторожили главный вход. Я подошла к ним. Здравствуйте. Они скрестили свои билли, отрезая мне путь. Куда? Вход запрещен. Хочу навестить Люцифера. Один из архангелов покачал головой. Вход для учеников запрещен. Но... Башня для вас теперь закрыта. Что делать? Уговорить их. Мне всего на десять минут. Если я наделаю глупостей, вы можете привести меня к Кроули. Он посмотрит на наше сознание и увидит, что я всю ответственность беру на себя. Обещаю. Один из них вздохнул, другой категорически сказал. Нет. Да ладно, пусть идет. Но у тебя десять минут, не больше. Спасибо большое. Я поднялась по лестницам на этаж с оборудованными камерами. Там было темно, сыро и сквозило таким холодом, что я поежилась. Шорох в углу заставил меня осторожно попятиться, но этим я лишь привлекла источник шума. Шорох усилился, приближаясь ко мне. Из тюрьмы проступил силуэт руки. Чьи-то пальцы схватили меня за запястье и притянули ближе к решетке вплотную. Не бойся. Я знала, что это ты. Почему тогда дрожишь? Не знаю. Наверное, потому что здесь жутко. Он медленно опустил мою руку и прижался к решетке. Оглядел с головы до ног. Чего пришла? Грубиян. По-моему, мой вопрос вполне логичен. Знаешь ли, у меня еще куча дел. Говори, зачем пришла и убирайся. Каких дел? Будешь чистить унитаз зубной щеткой? Что? Забудь. Меня мучают видения. Я плохо сплю. Теперь в моих видениях появился ты. Я знаю, тебя они тоже мучают. Его усмешка медленно перетекла в серьезное выражение лица. Что я делаю в твоих видениях? Кричишь. Люцифер прижался к решетке. Кроули слабоумен, если думает, что все на этом закончилось. Ты можешь сбежать из школы? Что? Мне кажется, нам нельзя находиться рядом. Эти видения, они связывают нас. А эту связь нужно оборвать. Он стукнул по решетке. Я, как видишь, уйти не могу. Вот что ты предлагаешь мне. Сбежать? Да. Нет, это не в моем характере. Он уважительно качнул головой. Это я уже понял непризнанное. Какие видения ты видел этой ночью? С чего ты решила, что я что-то видел? Они у нас с тобой синхронизированы. Я видел. И видел, как кричишь ты. Зачем кому-то посылать нам эти видения? Вовсе не обязательно кто-то их посылает. Когда происходит знаменательное событие, очень важное, очень энергетически сильное событие, Вселенная предугадывает его. Мы видим это, потому что являемся его участниками. Поэтому я хочу, чтобы ты ушла. Чтобы мы не смогли реализовать то, что транслирует нам будущее. Если мы это видим, значит оно неизбежно. Бессмысленно бежать. Люцифер пожал плечами. Может, ты и права. Я оглянулась на лестнице, проверить, идут ли за мной архангелы. А теперь уходи. Мне нужно набраться сил. Зачем? Люцифер ушел в темноту, и оттуда послышался его скучающий голос. Ты еще тут? Ухожу. Скорчила ему рожицу, надеясь, что он увидит, и пошла в сторону лестниц. Заметив меня, один из архангелов зашел внутрь, проверить, все ли нормально. Другой остался со мной. Советую вернуться в школу и как можно быстрее. Что-то случилось? Нет. Серафим Ребекка с другими ангелами обыскивает школу. Ученики должны сидеть в своих комнатах. Она ищет Бонта. Я побежала к школе, развернулась и на ходу бросила. Спасибо. Уже у школы остановилась и запыхавшись. Ангелы ходили тут и там. Что делать? Пойти в комнату. Мне кажется, что если я сейчас пойду к Бонту, за мной могут как-то проследить. Нет, я пойду в комнату. Я могу привести их к Бонту. Лучше не рисковать. В комнате я не могла усидеть на месте. То лежала на кровати, то подрывалась к окну, то выскакивала в коридор. Меня укачало от твоих хождений. Ты можешь сесть на место? Да, прости. Я снова легла на кровать, запустила руку под подушку. Где зеркало? Что? Какое зеркало? У меня под подушкой было зеркало с трещиной. Где оно? Я ничего не трогала. Меня начала бить мелкая дрожь. Кто-то заходил к нам в комнату? Не знаю. В чем дело, Вики? Я закрыла рот руками и испуганно стала озираться. Кто-то украл зеркало. А может, это сам Бонд? Мне стало тяжело дышать. Я выскочила на улицу. Мама стояла в окружении других ангелов. Увидев меня, она хотела сказать что-то гневное, но ее перебил протяжный гул где-то вдалеке. К нам подбежал другой ангел. Он выглядел запыхавшимся и напуганным. Вам нужно в укрытие. В укрытие? Что происходит, Йор? В сторону школы движется целая армия, во главе которой сам Сатана. Ну, это не неожиданность. Было очевидно, что Сатана не отступится, что он соберет демонов и придет. Ну, в крайнем случае, хотя бы за сыном. Да уж, мамаша, конечно, у нашей главной героини, ну, такое себе. Ребят, скоро сниму следующую серию, ждите. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.